Врачу пока, но все-таки фигуру не устраивает, да, о здоровом питании. Продукт, который вы считаете самым вредным, и исключили бы навсегда из рациона людей, которые хотят похудеть? Вообще продукт, который я вообще бы исключил бы полностью для всех людей в мире, это сахар. Во-первых, это продукт, который не создала природа. То есть это продукт, полученный искусственно. В принципе, это химическое вещество. Это порошок, химическая формула, глюкоза плюс фруктоза. Дальше ни один продукт на Земле не создал столько смертей и не привел к такому огромному количеству патологий, как сахар. Это не только заболевание сахарный диабет, но это инфаркты, инсульты, атеросклероз. Почему? Потому что есть такое понятие гликирования. То есть растворение белков с сахаром, глюкозой. Почему так эндокринологи берегают вот эту цифру? Не больше шести уровень сахара в крови. То есть концентрация уровня сахара в крови должна быть не выше шести. Потому что если она выше шести, то этот сахар начинает разъедать эндотелий внутренний. А тоненький слой клеточек, постелающий изнутри сосуды. И разрушает, и на этом месте образуется язва, туда проникает жидкая плазма крови, садятся тромбоциты, и потом сосуд забивается, образуются коллатеральные звездочки, и у всех они рано или поздно образуются. То есть по соседним сосудам начинает кровь течь. А потом полностью перекрываются крупные сосуды, и это заканчивается инфарктом, инсультом. Такова история создания атеросклероза, инфаркта. И холестерин здесь играет десятое место. Почему у детей никогда не бывает инфарктов и инсультов? У детей, младенцев, у них чистейшие сосуды. Там не за что зацепиться. Какой бы высокий ни был холестерин, если сосуд чистый, он никогда за него не зацепится. Поэтому сахар убивает людей, убивает тысячи людей, миллионы людей. Миллионы миллионов. И чтобы вы поняли, что это не продукт, свойственный для человека. Человечество развивалось на протяжении трех, четырех, а может быть и больше миллионов лет. Сахар придумали 200 лет назад. То есть это сравнить вот с башней в Дубае, вот этой высокой, да? Вот это продолжительность жизни человечества. А сахар – это вот маленькая антенка на ее верхушке. Поэтому наш организм не приспособлен к сахару в принципе в таком количестве, в котором сейчас употребляет человек. То есть, чтобы не быть голословным, данной статистики сухой. Каждый из нас, житель, употребляет год примерно 70 килограмм сахара. Это вес собственного тела. Такого никогда раньше в природе не было. И наша поджелудочная железа не выдерживает такой нагрузки. Сначала развивается сахарный диабет второго типа, толерантность к инсулину, а потом сахарный диабет и все. И мы во власти индустрии, как наркоман, должны колоть себе каждые там несколько часов. Поэтому единственный продукт, который я бы убрал из рациона питания, навечно вообще запретил бы. И, кстати, датские диетологи еще 6 лет назад предложили принять его как мягкий наркотик и запретить производство и продажу. Но сахарная мафия, она сильнее, чем наркомафия. Сильнее. Приведу такой пример. Единственный раз за историю человечества, когда было восстановлено рабство, это на сахарных тростняках в Южной Америке. Потому что героин, который они там делали, кокаин, который они там делали, он не шел никакой сравнению со стоимостью сахара, когда в Европе еще его не умели делать, и корабли возили сахаром. Настолько это было выгодно. Его продавали в аптеках на граммы за огромные деньги. Это природный продукт, как и наркотики, то есть полученный из природного сырья, который не несет в себе никакой пользы, ни витаминов, ни микроминералов, ничего в нем нет. Который вызывает стойкую зависимость, углеводную зависимость, и который приводит к смерти человека. Как наркотик, только более мягко и действует продолжительно. Очень распространенный миф в интернете. Но какой все-таки сахар полезнее? Коричневый или белый? Ко мне пришла одна женщина. Она сама технула по производству сахара. И она мне рассказала очень интересную историю. Мы пожелаем. Еще во времена СССР, когда к нам возили сахар на кораблях. Ведь тростниковый сахар, его, понятно, производят в Южной Америке из тростника, не у нас. У нас сахарная свекла. Так вот, когда его везут на кораблях, то понятно, где сахар, там и крысы. И чтобы эти крысы не пожрали эти мешки с сахаром, между ними, как она сказала, укладывают такие колбасы. Ну, я так понял, что мешочки такие набитые едой с мышечком. И вот если ты помнишь, были времена, когда... Ну, ты, наверное, не помнишь. Времена СССР, когда продавщицы, как шел дождь, они сахар сразу на улице выставляли. Потому что он очень хорошо впитывает в себя влагу. И становится тяжелее или что? Становится тяжелее. И они продают сахар в два раза тяжелее. Ну, он влажный всегда такой, слипшийся был. Ну, раньше в магазине. То же самое происходит на корабле за счет влажности. Так они впитывают в себя еще и цианид. Мышьяк. И после этого по технологии это допустимо, потому что он должен пройти очистку. А вот этот вот коричневый сахар – это просто неочищенный, грязный сахар. У нас же есть маркетологи. Мы же сейчас этот сахар, который... Зачем его очищать? Тратить на это время. Мы не очищены. Мы скажем, что он полезнее. И там много натурального. И мы его впарим. Он будет стоить в два-три раза дороже, чем белый очищенный. Понятно? Да. И когда мы берем анализы волос на микроэлементы, мышьяк вот так зашкаливает у тех людей, которые богемно ходят в ресторанах, питаются исключительно бурым коричневым сахаром, потому что натуральный. Продолжение следует...